Поехали далее. Следующий инструмент это Zoha Connect. Это инструмент корпоративного портала. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы связать воедино всю необходимую информацию касательно вашей компании. То есть у вас есть регламент, у вас есть инструкции, у вас есть сами сотрудники. И должно быть какое-то место, где можно всю эту информацию найти. Соответственно, есть отличный инструмент Zoha Connect. Это корпоративный портал с функцией, скажем так, социальной сети, где можно и ввести переписку друг с другом, общаться, ввести блог сотрудников, указывать информацию по тем или иным сотрудникам. В общем, достаточно много всего интересного можно делать. То есть взаимодействие в режиме реального времени. Можно через с помощью мобильного управлять. Соответственно, вся информация по сотрудникам здесь хранится. То есть сотрудники друг друга могут находить, могут найти телефон, электронный адрес и так далее. Далее. Также здесь могут создаваться группы. Группы — это те отделы. И вот та информация, которая должна быть скрыта от посторонних глаз. Вспоминаем ту аналогию. Маркетинг, продажи, продукт. Соответственно, мы делим все эти направления для того, чтобы ваш бизнес полностью не скопировали и не увели. Соответственно, внутри этой группы уже идет взаимодействие, общие документы, вики и все остальное здесь уже находится. То есть если Асана — это инструмент, который необходим для управления проектами, постановки задач и так далее, то здесь остается и хранится все то, что не попало в инструмент Асану. То есть это ваши планы, это ваши отчеты здесь можно сохранять, регламенты, инструкции, видеоинструкции и так далее. Здесь даже можно такие интересные странички создавать. Поиск взаимодействия друг с другом, ну как в социальной сети идет, как в Фейсбуке можно посты публиковать, можно комментарии, лайки ставить, голосование устраивать. Соответственно, в рамках кампании здесь видны все обновления, все, что происходит. У каждого сотрудника есть свой почтовый ящик. Вот тоже важная функция — это events, это мероприятие, которое у вас запланировано. Соответственно, все вот планерки вы можете запускать непосредственно вот через этот инструмент. И здесь есть одна кнопка вот Hangout, то есть нажимая на нее автоматически вы создаете комнату для общения вот с всеми, кто находится внутри этой команды. Чат, чат-румы, комнаты чатов и так далее. Управление документами. То есть если у вас вот беспорядок в Google документах, то в принципе здесь можно как-то их наладить и какие-то необходимые там документы, таблички, еще что-то как-то подгрузить, добавить. Custom Applications — это интересная штука. Вот я занимаюсь тем, что еще создаю индивидуальные бизнес-приложения, то есть под какой-то конкретный индивидуальный бизнес-процесс, под какую-то под компанию, либо еще под что-то. И, соответственно, здесь есть вот такая возможность, как встроить модуль с этим приложением. То есть вы можете какую-нибудь там функцию отправки смс-сообщений, можете добавить сюда какой-нибудь список ваших там участников клуба, можете список контента какого-нибудь. Ну, в общем, все вещи, которые можно решить с помощью индивидуального бизнес-приложения, то есть они подключаются сюда через модуль Custom Applications. Форум внутри компании, блоги, то есть если у вас в компании сотрудники весьма там креативные, хотят там чем-то поделиться, еще что-то рассказать, то есть вот функция корпоратива. И вики, что вот самое ценное и основное, это ваша база знаний, где вы сможете хранить и наполнять все ваши ресурсы, все ваши регламенты, инструкции и так далее. И, соответственно, что еще тоже немаловажно, это, конечно же, мобильная версия. То есть можно всегда под рукой иметь доступ ко всем штукам. Портал этот бесплатный, стоит он 0 долларов. Единственное, если у вас появятся какие-то ограничения, либо еще что-то, либо у вас компания более-менее большая, то уже, конечно же, нужно будет перейти на платную версию, стоит 49 долларов ежемесячно. В принципе, для небольших компаний бесплатной версии более чем достаточно. Теперь, как это выглядит внутри все. То есть вот основные инструкции, следующие вещи. То есть здесь вот буквально сегодня я нашел новые интеграции, то есть они добавили новую интеграцию с Асаной, интеграцию с Google Drive и интеграцию с Google Apps, с сотрудниками. Соответственно, вот сегодня я протестировал, и вот он сюда добавляет всю необходимую, все какие-то обновления, которые происходили. То есть вот, грубо говоря, сюда можно направить MyInbox внутрь этого портала. Непонятно, зачем это нужно. Ну, в общем, мне было интересно то, что сервис этот развивается, постоянно добавляются новые интеграции, и можно его использовать, ну, весьма так, по-разному. Так, как вам нужно. Соответственно, вот функция люди. То есть здесь будет у вас большое количество сотрудников, вся необходимая информация. Раздел Вики. Здесь необходимы там регламенты, инструкции. Также вы сюда добавляете. Раздел События. Также вы тут создаёте. И группы по отделам. Пока ещё в процессе находимся переезда с инструмента Google Sites. Вот у нас пока вот здесь находятся все вот эти инструкции, разделы и всё остальное. То есть вот здесь вот огромное количество всяких там чек-листов, регламентов, всего остального. То есть вот курс новичка, компания, информация. То есть там обязательные рабочие условия, стандарты все, информация к команде. Ну, то есть вот вся необходимая информация пока у нас здесь находится вот на этом Google Sites. Ну, мне он не очень нравится. Не очень такой современный, скажем так. Вот в планах, в ближайших планах перенести всё это вот в раздел Вики, чтобы здесь находилось. Также что ещё здесь можно сделать? Это на этом же инструменте я ещё создал портал для участников клуба. Соответственно, вот кто стоит в клубе МИК Бизнес, у нас происходит взаимодействие непосредственно вот здесь внутри тоже. Вот здесь стена, всякие статусы публикуются. Форум, коллеги вопросы задают, получают от меня ответы. Мероприятия, то есть вот запланированные, например, вот 8 ноября. Здесь почему-то не зафиксировалось. Здесь вот все участники есть, вот информация обо всех блоге. Самые активные участники, соответственно, здесь публикуют свои записи. И, соответственно, вот Вики, здесь вот база знаний, то есть тоже у нас в планах, чтобы она значительно расширялась. И вот этот курс, который сегодня записываем, вот сюда, здесь его как раз и разместим в виде различных инструкций, регламентов и всего остального. Так, что еще, что еще такого важного хотелось бы сказать. Про интеграцию рассказал, про Вики рассказал, про блоги, про сотрудников. Настраивается все буквально там достаточно просто, там, несколькими кликами. Если в настройки зайти, здесь вот пользователи добавляются, группы создаются. И здесь вот необходимые настройки. В общем, инструмент такой вот минимально достаточный для того, чтобы вот создать качественный портал для своей компании. Так, это у нас был инструмент Zoha Connect. его мы используем для того, чтобы было понимание, кто вообще работает, чтобы была информация о сотрудниках, чтобы можно было связаться с кем-то, чтобы здесь хранились все регламенты, чек-листы, стандарты, стратегии. То есть, ну, вся информация по компании находилась на этом портале. И также здесь происходит коммуникация, которая не связана и которая не, скажем так, завязана на конкретные задачи, на конкретные проекты, над которыми сейчас идет непосредственная работа.